МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Президент Казахстана подписал указ о переименовании города Станы столицы Республики Казахстан в Нур-Султан. Основанием послужила статья 9 Закон Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года об административно-территориальном устройстве. Указ вступает в законную силу со дня его первого официального опубликования. Поправки в основной закон страны о переименовании столицы внесены в полном соответствии с нормами Конституции и законами Казахстана, говорится на официальном сайте Конституционного совета Республики Казахстан. Президент Касымжумар Токаев не вносил никакого законопроекта, он только озвучил на совместном заседании Палат Парламента идею о переименовании. А правительство этот законопроект внесло. И члены Конституционного совета дали положительное заключение, как того требует основной закон страны. Согласно пункту 2 статьи 91 Конституции, изменения нельзя вносить, если речь идет о суверенитете, форме правления и других основных принципах деятельности государства. Переименование же столицы не относится к вышеуказанным пунктам. В министерстве юстиции объяснили процедуру переименования главного города страны. Как отмечают ведомства, Астана – столица. Это установлено второй статьей Конституции Казахстана. Поправки в нее может внести парламент на основании статьи 53 основного закона республики по предложению президента на совместном заседании Палат Парламента. У всех возникает вопрос, как эта процедура проходила, если от юридических тонкостей более подробно остановиться. Как известно, поправки в Конституцию инициировать не может лицо, которое приняло на себя полномочия в порядке статьи 48 Конституции. То есть, Казахстан же Март Кемельевич не обладает таким правом. Вместе с тем, имеется 91-я статья Конституции, где сказано, что поправки в Конституцию можно внести через референдум. Этот референдум инициировать может три лица – президент, парламент и правительство. Как уже сказано, президент этим правом не обладает, соответственно, у нас остается парламент и правительство. В данном случае при переименовании инициативу на себя взяла правительство был подготовлен соответствующий проект указа президента о проведении референдума, было проведено голосование в правительстве, было принято постановление, в соответствии с этим постановлением был внесен указ, проект указа на имя президента Республики Казахстана о проведении референдума. В данном случае у президента есть три выбора. Это либо отправить вопрос на референдум, либо отправить вопрос для решения в парламент, либо не проводить референдум и закрыть этим вопросом. В данном случае Казмиджо Март Кемельевич принял решение передать вопрос в парламент. Парламент, соответственно, в соответствии с Конституцией, имеет право на совместном заседании своих обеих палат принять поправки в Конституцию. Соответственно, если поправки были приняты, этот закон в дальнейшем скрепляется подписями спикера Сената и Мажелиса, премьер-министра, направляется на подпись президенту. Сегодня, 23 марта, Касым Жумар Токаев подписал этот закон. Соответственно, с момента подписания он вступил в силу. Касым Жумар Токаев пообещал на президентском посту руководствоваться тремя принципами – преемственность, справедливость и движение вперед. Сегодня глава государства посетился рабочим визитом в Туркестан, где встретился с жителями региона и поделился своими планами по развитию Казахстана. Также президент посетил несколько социально значимых объектов. Что показали главе государства и почему президент подверг критике отчетные встречи некоторых госслужащих, расскажет моя коллега Назамбуль Кумыспаева. Город Туркестан с древнейших времен является одним из духовных центров тюркоязычного мира. Сегодня он еще и областной центр. Именно в этот город прибыл с первым рабочим визитом в качестве президента Касым Жумар Токаев. Здесь весна в свои права вступила гораздо раньше, чем в других регионах. Глава государства поздравил жителей и гостей Туркестана с праздником Наурыз, назвав его ярким символом нашего богатого духовного наследия. Поздравляю всех с праздником Наурыз. Это праздник единства народа. В этом году, 19 марта, все были свидетелями исторического события. Первый президент принял для будущего государства очень важное решение. Спасибо вам за то, что поддержали Ельбасе и меня. Впервые в истории передача власти прошла мирным путем. Это в первую очередь заслуга лидера нации. Этим мы показали, что в нашей стране соблюдают культуру политики. Моя миссия – продолжать стратегию Ельбасе. Лидер нации построил нам процветающее государство, и я буду продолжать его дела. Он поставил нашу страну в один ряд со всеми успешными государствами. Реформы первого президента построили дорогу для развития Казахстана. Мы же должны дальше выстраивать этот путь. Во всем мире происходили разные глобальные проблемы. Вы все это прекрасно знаете. Поэтому нам нельзя останавливаться на достигнутом. Народное единство – сильная экономика. Нам нужно идти дальше в этом направлении. Президент отметил, первая поездка как главы государства страны в город Туркестан не случайна. Туркестан является центром казахской культуры, истории и духовности. Туркестан – это золотая колыбель нашего государства, талисман нашего народа. Мы должны сохранять и развивать это священное место. Не случайно Ельбасе принял решение отдать ему особый статус. Возрождение и обновление древнего Туркестана подтверждают правильность и верность нашего курса. Именно здесь я хочу поделиться с народом тем, как, думаю, работать и решать вопросы, волнующие общество. Но прежде чем поделиться своими планами, Касым Жамар Тукаев ознакомился с памятниками государственной историко-культурного музея-заповедника Азрет Султан. Осмотрел мавзолей Хаджа Ахмета Ясауи. Президенту также доложили о ходе строительства здания центра Улы-Далайеля. Областного акимата, конгресс-холла и медиа-центра – все это превратит Туркестан в туристический центр. С того момента, как Туркестан стал областным центр, город превратился в настоящую строительную площадку, где работы ни на минуту не прекращаются. Такой размах, несомненно, привлечет еще больше туристов. По подсчетам, экспертам только в течение двух лет Туркестан посетят порядка пяти миллионов человек. Это почти в пять раз больше по сравнению с прошлым годом. То есть у Туркестана потенциал колоссален. Уже через несколько лет здесь появится новый административно-деловой центр. В регионе усилены меры поддержки молодых казахстанцев. Для них уже действует ресурсный центр, где под одной крышей сосредоточены центры обслуживания, мобильная группа, каворкинг-зона, Туркестан-хаб, школа робототехники, строительные отряды, различные организации, медиа-студия и спортивные секции. Президент не упустил момента пообщаться с молодежью. Меня зовут Нур-Султан, я являюсь молодым предпринимателем. Сейчас живу и работаю в новом областном центре. Заняюсь тепличным хозяйством, выращиваю лимоны. Тепличные? Да. Новый статус, конечно же, повлияет и на рост численности населения. Поэтому в первую очередь областной центр застраивают новыми жилыми домами по программе Нур-Лыжер. Всего до 2019 года в Туркестане возведут более 96 тысяч квадратных метров или полторы тысячи квартир. Глава государства посетил микрорайон Отырар и ознакомился с ходом строительства 26 жилых домов. Многоэтажные дома, театр, школа, детский сад, поликлиника. То есть это все, что необходимо для комфортной и удобной жизни. Таким образом уже видны конкретные контуры нового областного центра. Развитие Туркестана не только повысит качество жизни жителей, привлечет туристов, но и создаст рабочие места для молодежи. Ведь в основе успешной жизни и достатка всегда был труд. Мы должны работать над тем, чтобы их потенциал мог быть использован в нашей стране. Нужно создавать рабочие места. Это приоритетная задача правительства и Акимов. Тогда мы будем еще сильнее. В то же время нельзя поощрять социальное иждивенчество среди тех, кто не стремится найти работу. На пособия жить нельзя. Глава государства также заявил об усилении борьбы с коррупцией и персональной ответственности в тех руководителей центральных и местных органах, в отношении которых будут поступать обоснованные и справедливые жалобы. Президент указал на необходимость тесной работы госслужащих с гражданами, подвергнув критике действующие механизмы отчетных встреч руководителей перед населением. Помимо этого, Касым Жумар-Тукаев поручил правительству осуществить переформатирование бюджета исключительно на цели развития и безопасности государства, сократив при этом траты на имиджевые мероприятия. Главный фокус государственных расходов – это решение нужд простых людей. Вода, жилье, рабочие места, условия и инфраструктура для жизни наших граждан – все это беспокоит население страны. И эти вопросы мы будем решать. Работу министров и акимов я буду оценивать по результатам решения конкретных проблем. Касым Жумар-Тукаев пообещал на президентском посту руководствоваться тремя принципами – преемственность, справедливость и движение вперед. Как президент могу сказать, что мой основной принцип и взгляд – это непрерывность политики Ельбасы. Если не продолжить его политику, то не будет стабильности в стране. Справедливость в обществе в первую очередь зависит от исполнительной власти. Задачей правительства, министров, акимов, всех уровней полиции, прокуратуры, судов является защита прав граждан. Это их конституционная обязанность и в то же время гражданский долг. Третий принцип – движение вперед. Казахстан в этом конкурентоспособном мире должен продвигаться только вперед. Это цель нашей страны. Президент отметил задачу страны сохранить сплоченность, ответственно и достойно продолжить дело первого президента. Ведь развитие и процветание отдельного региона или страны – дело не одного человека, а каждого отдельного казахстанца. На Замгулькум Испаева Едылир Микпаев, Асхат Азритханов. При поддержке телерадиокомплекса президента. Хабар, 24, Туркестан. Как изменился Шымкент, став городом республиканского значения и какие отрасли местной власти намерены развивать? Об этом сегодня рассказали Касымжомарту Токаеву. Сразу после Туркестана глава государства отправился в мегаполис, где посетил несколько объектов. Президент осмотрел новые районы города, а также побывал на предприятиях. С подробностями Елена Шрайбер. По-настоящему прочувствовать самый главный весенний праздник на Урыс, пожалуй, можно только на юге Казахстана. Пока в столице вовсю тают сугробы и прогревается температура воздуха, здесь всерьез задумываются о первом урожае. Такая погода на руку и строителям, став городом республиканского значения, Шымкент начал активно застраиваться здесь. Продолжают возводить новый административно-деловой центр. Его как раз таки и посетил по прибытии Касымжомарту Каев. Строительство центра начали 4 года назад. За это время фактически на пустыре в 20 гектаров выросли административные здания и жилые массивы. Готовы 47 домов. Большую часть построили за счет бюджета. Для строительства еще третий привлекли инвестиции. Квартиры можно приобрести по ипотечным программам Нурлыжер и 7-20-25. Для жителей также построили всю необходимую инфраструктуру. Парки для прогулок, супермаркеты, детские сады и школы. Но это лишь малая часть масштабной застройки Шымкента. Объявили конкурс на 5 дорог. Всего будет 13 дорог. Общая стоимость это 10 миллиардов. Плюс на коммуникации тоже есть. Четыре новых крупных района обустроены и так, чтобы местным жителям было максимально комфортно. У каждого своя особенность. Одни ориентированы на жилые комплексы. Это Шымкент-сети и Туран. Другие сохранили природные красоты здешних мест. Речь о районе Кошкарата. Тем самым Шымкент перенимает лучшие архитектурные задумки двух других городов республиканского значения. Алматы и столицы. Такое поручение дал еще первый президент, будучи с рабочим визитом в Шымкенте полгода назад. Город красивый и с года в год хорошеет. В общем, мне нравится Шымкент. Наш город процветает, становится красивее, приятнее. И не стыдно перед гостями зарубежными и нашими гостями из других городов. И кто не приезжает, все хвалят. Всем все нравится. Новое дыхание получила в мегаполисе и легкая промышленность. За счет господдержки растет количество предприятий малого и среднего бизнеса в этой сфере. Это одно из крупнейших среди них ежегодно. Здесь производят 14 миллионов погонных метров ткани и почти 7 тысяч тонн пряжи. Главные конкуренты на рынке – аналоги из Турции и Китая. Если качеством их продукция не отличается, то в цене отечественное гораздо дешевле. Из нефтепродуктов делается от нуля цикл, смета и до упаковки. И есть покупатель меньше. 150. 48. Пока главные заказчики компании, Министерство обороны для них шьют армейскую форму. Теперь здесь планируют расширять клиентскую базу и договориться на паши спецодежды для МВД и Национальной гвардии. Пока руководство предприятия ведет переговоры, на производстве отрабатывают технологию. Мы до сих пор еще продолжаем экспортировать. Экспортируем мы их в Европу. То есть получается, на сегодняшний день наши суровые ткани, поскольку не находят рынка в Казахстане, получается, что мы их отправляем в Европу, а с Европы покупаем готовую продукцию. Вот нам хотелось бы поменять вот эту ситуацию, чтобы полностью вся продукция оставалась в готовом виде на казахстанском рынке. Уделяет в Шемкенте внимание и здоровью населения. По линии государственно-частного партнерства открыли новый медицинский центр, готовый предоставить населению любые услуги – от обычного приема терапевта до сложных диагностик. С 2015 года мы начали оказывать по гарантированному объему бесплатную медицинскую помощь населению. Здесь мы планируем прикрепить 35 тысяч населения и оказывать им бесплатную медицинскую помощь. Помимо этого, плюс еще мы будем оказывать и платные услуги, которые не входят в ГУБМП, либо если пациент по желанию захочет получить эту помощь на платной основе. Помимо жителей, здесь также будут оказывать медицинскую помощь спортсменам. На пятом этаже расположен центр спортивной медицины, который открыли при поддержке Национального олимпийского комитета. Здесь будут проводить тест-программы и определять положенный уровень нагрузок. Родители могут к нам привезти ребенка, показать, подскажите, пожалуйста, в какой вид спорта ребенка, в какую секцию можно отправить. Мы ребенка это протестируем, после чего мы скажем родителям, да, дадим паспорт, где будет четко указано, ребенок может посещать, допустим, плавание, либо его можно отправить в тяжелую атлетику или в бокс, или наоборот есть противопоказания, допустим, к какому-то виду спорта. Это один из первых визитов Касымжимарта Тукаева в качестве президента. Пользуясь случаем, глава государства осмотрел местный Арбат. К слову, со дня вступления Касымжимарта Тукаева в должность прошло меньше недели. Тем не менее, его поручения, озвученные на совместном заседании Палат парламента, уже реализуются. Шимкент стал едва ли не одним из первых городов, где центральная улица переименована в честь Нурсултана Назарбаева. Елена Ширайбер, Мирбек Изимов, Бахатбек Нуртаев, Хабар 24, Шимкент. Премьер-министр страны Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Алма-Атинскую область. В Панфиловском районе он ознакомился с ходом мероприятий по обеспечиванию готовности к предстоящим паводкам. Ему презентовали проект строительства селезащитных сооружений на реке Харгос. Также Аскар Мамин посетил Международный центр приграничного сотрудничества, автомобильный пункт пропуска Нурлы-Жолы и специальную экономическую зону Харгос-Восточные ворота, где расположены сухой порт и ряд предприятий. Подробнее расскажет Гульнар Жантасова. С наступлением весеннего сезона на реке Харгос значительно поднимается уровень воды. Аскару Мамину презентовали проект строительства селезащитных сооружений на водной артерии. Для возведения берега укрепительных конструкций из казны государства требуется 30 миллиардов тенге. Сейчас здесь ведутся работы по очистке русла реки. В ходе поездки по региону глава правительства побывал на территории Международного центра приграничного сотрудничества Харгос. Он расположен на границе двух государств. Только за прошлый год с казахстанской стороны его посетило более 1 миллиона 200 тысяч человек. С китайской почти 3 миллиона. На китайской стороне у нас есть 6 пунктов приема багажа туристов. По итогам 2018 года 2 миллиона 270 тысяч посетителей наша компания перевезла. Помимо этого 6 миллионов 40 тысяч килограмм багажа туристов было перевезено. Также премьер-министр ознакомился с перспективами развития специальной экономической зоны Харгос-Восточные ворота. В будущем здесь заработают более 80 предприятий. Среди действующих сейчас сухой порт. За 3 года объем обработки контейнеров увеличился уже 18 раз. Строится еще 7 производств. В их числе 2 комбикормовых завода. Один уже сдан в эксплуатацию, оба предприятия экспортоориентированные. 12 участников находятся в активной фазе реализации проектов. Это группа компаний с проектами по переработке сельхозпродукции. Компания Хубай Келишин реализует у них два проекта. Это первый проект строительства бетонного завода и второй проект строительства технопарка. Побывал Асхар Мамин и на автомобильно-контрольном пункте пропуска Нуржуло. Его потенциальная мощность 2500 автомобилей в сутки в обе стороны сопредельных государств. Принцип работы комплекса основан на передовых цифровых технологиях. С начала его запуска объем только таможенных сборов составил 7 миллиардов тенге. Переименование столицы в город Нур-Султан – обдуманный и стратегически верный шаг. Так считают представители партии Нур-Отан. По словам секретаря партии Фархата Куанганова, в истории немало примеров, когда города называли именами политиков. Это очень важный исторический момент, который будет определять успешное и поступательное развитие нашей страны на долгие годы вперед. Присвоение имени Ельбасе, первого президента независимого Казахстана, воплотившего вековые мечты казахстанцев о независимом государстве, сделавшего все для успешного развития Казахстана как независимого, признаваемого в мире государства, будет на долгие годы вперед маяком, путеводной звездой для многих поколений казахстанских политиков и государственных деятелей. В Казахстане переименование городов происходит не впервые. Например, именем знаменитого композитора Жамбела Жабаева была названа целая область. Это очень важный момент и с точки зрения истории, и с точки зрения культуры. Поэтому в переименовании столицы я вижу только положительные моменты. Переименование столицы в Нур-Султан – это желание большинства граждан. Не нужно забывать, что Астану когда-то тоже переименовали. И это дало свои результаты. Столица и имя первого президента тесно связаны, потому что это детище Нур-Султана Назарбаева, говорит депутат Мажелеса, член фракции партии Нур-Отан Дархан Манбай. Этот город вырос благодаря Нур-Султану Назарбаеву. К тому же нельзя забывать, что и название Астана когда-то дал сам Ельбасе. Мы часто говорим про бренд Астана. Благодаря единству народа и упорству президента и образовался этот бренд. Но многие связывают нашу столицу именно с именем первого президента страны. Ну вот, переименование столицы – это дань уважения лидеру нации, так считают жители Талдыкургана. Мы – потомки благородной и благодарной нации. Вот почему я думаю, что мы должны быть благодарны нашему первому президенту. Этот человек достоин самых высоких наград. Считаю, что наша столица заслуживает имени Нур-Султана Абишевича. На другим темам. В Караганинской области очередей в детские сады больше нет. За последние два года в регионе открыли 36 дошкольных учреждений. Больше трети из них построены по программе государственно-частного партнерства. Марина Золотарева продолжит тему. Среди детских садов Караганды конкуренция, а у родителей выбор. Чтобы привлечь как можно больше маленьких посетителей, частники создают кабинеты робототехники, соляные комнаты и спортивные секции. Ведь одной хореографией сегодня никого не удивишь. Плюсы трехязыче, множество кружков дополнительных на выбор. Мы посещаем пятиразовое питание, квалифицированные педагоги. Детям очень нравится. У меня двое дочерей посещает этот детский сад. По программе государственно-частного партнерства многодетная мать Гульнар Смаилова открыла четыре дошкольных учреждения, которые посещают почти полторы тысячи детей. Благодаря предпринимательнице 200 крагандинцев получили работу. Мы просто-напросто выкупали бывшие детские сады, типовые, которые находились в руках у частных лиц. Они были практически в полуразрушенном состоянии. Мы брали кредит в банке. При этом имели господдержку в виде гарантии. Все эти сады в данный момент все работают, заполнены все стопроцентно. Каждый месяц пребывания ребенка в частном саду обходится родителям в 11 тысяч тенге. Остальную сумму предпринимателям доплачивает государство. За последние несколько лет число таких дошкольных учреждений увеличилось в три раза. В текущем году за счет бизнесменов откроется еще 20 частных детских садов. С бюджета бы потребовалось на строительство 10 садов около 8 миллиардов тенге. И, естественно, потребовалось большие сроки, два и более лет на строительство одного сада. Дефицита мест для детей в возрасте от 3 до 6 лет нет. А вот годовалые и двухлетние малыши охвачены дошкольным образованием только на 65%. Поэтому сейчас перед чиновниками и бизнесменами стоит задача – открывать как можно больше ясельных групп. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Крагандинская область, Хабар, 24. В семье исследуют ледовый покров на реке Иртыш. Специалисты изучают толщину льда и хотят выяснить, насколько необходимы взрывные работы. Такие меры позволят избежать подтопления населенных пунктов во время половодия и снизят вероятность разлива рек. Для организации работ в семье прибыла совместная оперативная группа департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, гидрологии и специальная техника. Печальный опыт прошлого года, когда взрывной волной были выбиты стекла в многоэтажных домах, заставил спасателей в этом году подойти к работе с большей осторожностью. Специалисты механическим способом изучат состояние реки подо льдом и с помощью квадрокоптера исследуют ледовую обстановку сверху. Сейчас уровень воды находится на отметке 209 сантиметров, критической же считается отметка выше 450 сантиметров. В данный момент мы проводим исследование реки Иртыш полностью от границы Семиплатинск до полностью по району Бескарагайскому до границы Павлодарской области будет обследовано. В семье погода благоприятствует, уже река вскрывается во многих местах по руслу реки на территории города. Пока угроз таких нету. Земля, у нас нету такого промерзания, как в прошлом году. Земля сейчас снег принимает. Ватрау сегодня проводили в последний путь сержанта патрульной службы городского управления полиции Шалхара Акамгалиева. Не раздумывая, он бросился в ледяную воду Урала на помощь тонущей женщины. Женщину спасли. Шалхар же выбраться на берег не смог. О том, каким был герой нашего времени, расскажет наш корреспондент Виктор Сутягин. Произошла трагедия вечером 21 марта около центрального моста. На пульт 102 очевидец сообщил, в реке тонет женщина. Через три минуты первым к месту происшествия прибыл сержант патрульной службы Шалхар Акамгалиев. По словам очевидцев, он буквально моментально разделся и бросился в воду. Люди кричали, остановись, утонешь. Но он, наверное, этого и не услышал. Через пару минут к берегу Урала подоспел напарник Шалхара, младший лейтенант полиции Рустамбек Сундутов. Также не раздумывая, бросившись в воду на помощь товарищу. Когда я начал плыть до Шалхара и до женщин, которую он удерживал, я еще слышал голос Шалхара. Доплыв до них, Шалхар рядом не оказался. До прибытия сотрудников ЧАЭС я удерживал женщину. После, как посадили на катер женщину, я начал самостоятельно искать Шалхара под водой. Рустамбек вновь и вновь прокручивает в голове те трагические мгновения. Посекундно, детально вспоминает свои действия, пытаясь понять, осознать, почему так произошло. Почему больше не будет рядом не только коллеги, но и друга, с которым за пять лет совместной службы они побывали не в одной сложной ситуации. К месту, где погиб Шалхар, третий день приходят люди. Приносят венки, цветы. Тысячи людей пришли сегодня и к дому Шалхара в селе Береке, чтобы проводить героя в последний путь. Председатель Сената парламента Республики Казахстан Дариган Азарбаева направила телеграмму соболезнования семье сотрудника полиции Шалхара Акамгалиева. Мы дружили со школой, вместе учились в колледже. Он среди нас был бесспорным лидером. А еще он был очень верным товарищем, готовым в любой момент прийти на помощь. А еще 25-летний парень, потерявший в прошлом году отца, был для семьи единственным кормильцем, помощником для мамы, воспитывающей пятерых несовершеннолетних сестренок и братишку Шалхара. Для нас это тяжелейшая утрата. Наша задача теперь сделать максимум для помощи семье. Департамент перечислит на счет мамы и Шалхара однодневный заработок, поможет Акимат, бизнесмены. Хотим приобрести на эти деньги трех- или четырехкомнатную квартиру для них в Атрау, так как все дети учатся в городе. По словам полицейских, помощь не будет единовременной. Заботиться о братишках и сестренках героя они будут до их совершеннолетия. В июне он планировал жениться. Шалхара Камгалиев посмертно и его друг Рустамбек Сундутов будут представлены к правительственным наградам. Виктор Сутягин, Амантай Матенов и Жандос Рахметуллин, Атрау, Хабар-24. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok